ОДН. Всего лишь три буквы и так много проблем. Жители дома номер 16 по улице Есенина не знают, куда деваться от огромной платы за общедомовые нужды. Суммы в платежках только за пользование лифтом и освещением в подъезде порой космические. Выяснить, откуда ноги растут, не могут ни ДУК, ни контролирующие организации. Жильцы кивают на магазин по соседству, который уже несколько раз отключали от счетчика, ведь его хозяин действительно раньше имел долги за электричество. Эту сумму и включили в оплату ОДН. По данному нежилому помещению осенью прошлого года нам приходили несколько заявок по отключению данного потребителя от электроэнергии, потому что задолженность за потребленную электроэнергию составляла более 70 тысяч рублей. Естественно, вот эта вся сумма ложилась на плечи жителей многоквартирного дома. Как только собственник магазина погасил долг за электричество, ОДН должен был уменьшиться в размерах, но не тут-то было. Непонятно, откуда взявшиеся киловатты и огромные цифры на бумаге по-прежнему пугают жителей, да и самого хозяина магазина. У меня за прошлый год 24 тысячи ОДН набежало. И я, значит, написал заявление. Вот мне, значит, ответили. Согласно нормативам и согласно распоряжению с меня высчитывают ОДН. Хотя вообще домовыми нуждами я не пользуюсь ни лифтами, ни освещениями, ни подъездами. Счетчик стоит внутри магазина, и жильцы лишь гадают, какие цифры на экране. Но чтобы узнать, сколько электроэнергии потребляет торговое помещение, поставили еще один дополнительный счетчик в подъезде. Его счетчик, магазин, ну он не подконтрольный. А вот это вот наш счетчик. Вот это лифтовой, который лифт сюда идет. А это вот наши электроэнергии. Жильцы делают ежемесячный обход квартир и списывают показания. В магазин тоже приходят проверки, но толку мало. Кто ворует электричество и как выявить и наказать неплательщиков? На этот вопрос не может ответить никто. Вся проблема в самой системе ОДН, когда чужие долги вынуждены оплачивать соседи. Сетевые организации, установив эти счетчики, лишили себя, ограничили себя в потерях. И вот эти потери, хищение воровство, значит, ложится на плечи жильцов. Жители спят и видят, как отделаться от магазина, но провести кабель напрямую к трансформаторной подстанции слишком дорого и хлопотно. И, значит, нам предлагают собрать опять же деньги и провести за этот кабель. Но для того, чтобы его провести, нам надо сделать перераспределение электроэнергии и по дому и по магазину. Собственник магазина тоже хотел подключиться напрямую к подстанции. Да не тут-то было. По последнему распоряжению встроенные, пристроенные помещения отдельным кабелем от трансформаторных подстанций не запитываются. Можно сколько угодно ходить по квартирам и караулить счетчик у магазина, но выявить неплательщика практически нереально. А бабушки тем временем платят из своей пенсии огромные счета за тех, кто сматывает счетчик. Расходы на общедомовые нужды превратились поистине в общедомовую проблему. Расходы на общедомовую проблему.